Всем привет! Сегодня я хочу затронуть тему нанесения крема, и не просто какого-то одного крема, а эту тему в целом хочу затронуть и с вами на эту тему поговорить. В одном из недавних своих видео, по-моему это были фавориты или может быть какие-то покупки, я получила комментарий, который ну как минимум меня удивил, потому что я рассказывала про крем с ретинолом, который я наношу на лоб, и комментарий заключался в том, что как бы с меня посмеялась, зрительница и сказала, что очень смешно, что я наношу этот крем за губы на лоб, мол толку от этого абсолютно ноль. И меня это действительно поразило, потому что это доказывает, насколько все-таки инструкции по применению делают наши умы какими-то шаблонными. И если разобраться, то кожа есть в общем-то кожа, клетки есть клетки, и если мы наносим крем на определенный участок кожи, именно на этом участке кожа он и работает. Если бы кожа у нас работала как организм в целом, скажем так, то нам бы нужно было бы, как минимум, я думаю, принимать ванги из кремов, потому что наносить там сугубо на лицо что-то не было бы смысла. Более того, один какой-то дневной или ночной крем на все лицо мы используем не потому, что это правильно, а потому что в основном они универсальны, и проблемы зачастую на нашем лице, в принципе, одни и те же по всему лицу. Но тем не менее, существуют такие случаи, когда мы наносим какие-то определенные средства локально, как, например, если у нас выскочил прыщик где-то там, то есть локальные мази или локальные кремы, которые нужно наносить сугубо на эту точку, и она действует именно в этой точке. То же самое, в принципе, касается абсолютно всех кремов и более того масок. Почему я решила затронуть эту тему? Потому что, возможно, многие из вас не задумываются о том, что на одном лице в одно время можно использовать разные продукты, но использовать их нацелено на те места, на которые вы хотите, чтобы они работали. К примеру, если мимические морщины у вас только на лбу или в какой-то другой зоне, может быть, под глазами, то есть смысл наносить какие-то действующие средства, сыворотки, только сугубо на эту зону. Если у вас на щеках, например, абсолютно нет никаких признаков стоения, а вы покупаете очень дорогую какую-то сыворотку, которая очень сильно действует и, скажем так, агрессивно работает в клетках, то, по сути, нет смысла наносить это средство на все лицо. Есть смысл наносить его только на ту зону, в которой нам нужно, чтобы оно работало сейчас. То же самое, в принципе, касается и масок. Если, к примеру, у вас жирная Т-зона, то по большому счету, опять-таки, нет смысла наносить какие-то глиняные маски, которые подсушивают эти участки, там очищают поры на все лицо. Опять-таки, можно ограничиться сугубо Т-зоной, а на щеки, например, нанести, может, какую-то увлажняющую маску. Это вполне применимо, я это не сама придумала. С головы так очень много делают косметологи, которые именно подбирают под вашу кожу, что на какой участок лучше нанести, потому что кожа даже на одном лице, и то в одном месте она может быть сухая, в другом месте она будет супер жирная. И наносить средство, которое будет сушить кожу на все лицо, которое, например, в каких-то участках сухое, это просто не имеет смысла, или как минимум это тоже навредит. Что касается конкретно того крема, о котором я говорила, он был на основе ретинола. Ретинол это, по сути, то же самое, что и витамин А. Ретинол сейчас считается одним из самых действующих ингредиентов в плане антиэйдж, в плане тоже борьбы с акне, и это универсальное средство как раз-таки для таких людей, как я, которые хотят и от морщин немного избавиться, и в то же время кожа проблемная. Поэтому для меня этот крем действительно стал выходом, и мне очень нравится, как он работает. Это тоже отличный антиоксидант, но так как действующие кремы с ретинолом довольно дорогие, я считаю, что мне нет смысла его переводить и наносить, например, на щеки, там, где у меня абсолютно нет никаких ни признаков старения, ни прыщиков, ничего такого, на чем этот крем мог бы себя проявить. Подводя итоги этого видео, хочу сказать, что крем, маска или любое другое средство работает именно в той зоне, в которую вы нанесли. Оно проникает в определенные клетки, и именно там начинает свою работу. Не нужно наносить его на какую-то обширную область, для того, чтобы получить результат на какой-то зоне, там, 2 на 2 сантиметра на вашем лице. Единственное исключение – это нанесение многих средств одного поверх другого, потому что здесь действительно может возникнуть какая-то реакция, если крем между собой как-то плохо среагирует, да, может возникнуть какая-то реакция. Но если вы наносите на одну зону, например, на лоб, один крем, на нос вы наносите другой крем, там, на щеки третий крем, да, это звучит немного безумно, но на самом деле, если разобраться, то в этом есть очень много смысла. Если вы со мной согласны, или наоборот, у вас какое-то свое мнение, обязательно оставьте его внизу, давайте пообсуждаем эту тему, потому что на самом деле этот комментарий меня действительно очень сильно удивил, и я подумала, что стоит поднять эту тему, обсудить ее с вами, и прийти, в общем-то, к какому-то консенсусу. И на этом буду заканчивать, увидимся с вами в комментариях и в следующих моих видео. Пока!